Снова здравствуйте. Давайте поговорим о власти и построении государства. Ой, не так. Так и давайте поговорим за власть и за теплое место у власти, которое может сделать вам больную голову. Вчера я перепостил в Facebook информацию об уроженце Беларуси, который стал командиром бригады легендарной Сари Голан, она же 7-я танковая бригада ЦХ. Ну что, я могу сказать, что бригада легендарна не просто так, не просто, чтобы было красиво. Она на минуточку участвовала во всех войнах государства Израиля и каждый раз устраивала хороший гармитер старинестовых рогов. Одним словом, еврейская мама из Мозырь воспитала хорошего мальчика. И такие за то ей спасибо, как и Роме Гофману командовать бригадой, это вам не кибитки красить. Но я не за это нарисовался такой себе коммент. А слабо построить, сейчас, минутку, дословно, а слабо построить еще один Израиль в отдельно взятой Беларуси. И знаете, коммент заставил меня таки включить маски и полазить по пространству интернет. Сижу, значит, я тихо, мирно. Смотрю биографии руководителей народа избранного. И понимаю, что имею задать вопрос. Так кто таки управляет государством Израиля? Если посчитать, кто где родился, то если это посчитать Беларусу, с ума двинулся мозгами можно. Не верите? Слушайте сюда. Будем говорить только за премьеров и президентов. 1949 год. Хайм Вейтсман из Подпинска становится президентом новой страны. И так до 1952 года. Проходит год, и нате вам за счастье, снова Пинчук, но уже премьер. Моша Шарет. Это была голова, скажу я вам. Приходит год 1963. И тут вообще можно говорить за внешнее управление аж на целых 10 лет. Ну, судите сами. До 1973 года президентом Израиля был Эх Заман Шазар. Из мира. Ну, кто не знает мир. А при нем премьеры. Эшко Леви, который хоть и родился под Киевом, но решил, что климат там не тот. И переехал в Вильню, где провел лучшие свои годы. Потом Голда Мэйр, которая таки тоже родилась в Киеве, но до Вильни не доехала. Зачем ей такое счастье, если рядом есть славный город Пинск? Где она выросла? Идем дальше. Приходит год 1974. И нате вам снова праздник. Премьером становится Менехем Беген. Откуда бы вы думали? Из Бреста. Его сменяет Шимон Перес из Вишнева. А следомец Хак Шамир, который из Ружа. Все земляки. Думаете все? Так и нет. В 1992 году Шамир уходит с поста. И в этом же году ивреи получают нового президента. Сейчас я вам скажу, за кого буду говорить. А это вам скажу не кто-нибудь, а брат первого из президентов. Эдзер Вайтман. Ну, естественно, род без под Пинска. И его президентство, надо отметить, было как квартира с видом на море и обратно. При нем государство Израиль стало достаточно сильным и развито. Тем более, что премьерами снова-таки были наши земляки. Нате вам за счастье Переса с 1994 по 1995 год. И Беномнина Нетаньяху. Там. Он, будем справедливы. Он таки родился уже в Израиле. Но откуда бы вы думали его за родителей? Снова из-под Пинска. Идем дальше. Так все это идет до 2000 года. В 2000-м Израиле решили, хватит нам такой счастья. Президент становится другой. Но премьером снова Ариэль Шарон, чей папа был не холомыст на постном масле, а целый канонист из Бреста. В 2005 год Израиль впервые взял перерыв с выходцами с синевкой на руководящей должности. И сразу получил больную голову. Обычный еврей подумал, да чтоб я был здоров, верните все как было. И уже в 2007 году сын кантониста становится снова президентом. А скоро имени Таньяху возвращается в премьерское кресло. И так до сегодняшнего дня практически, до 2014 года. Хотя снова перерыв, но он маленький. И вот на этом хочу вам дать совет. Возьмите калькулятор и посчитайте. А я вам потом просто скажу за всю историю государства Израиля. Оно так прожило без нашего земляка у руля аж целых 9 лет. И 67 сколько существует. Вот на этом спрашивается вопрос. Или даже два. Первый. Так и что нам будет за такую кузницу кадров? За всю Беларусь не говорю. Но славный город Пинск можно смело назвать родиной еврейской государственности. И таки второй вопрос. А почему бы и нет? Это я говорю за то, чтобы построить государство Израиля в отдельно взятой Беларуси. Если Беларусь дала государству Израиля столько руководителей, то что, республика Беларусь не найдет парочку руководителей для себя? Да не смешите мои тапочки. Да, сейчас пока один президент. Но Беларусь смешно. Беларусь дала Беларуси одного президента, государству Израиля аж целых четверых. И в качестве жмейки семочек целых девять премьеров. Да найдем на кого поставить. Просто подумать. И подумать вот за что скажу вам. Что политик, сейчас серьезно, это как нижний берег. Его надо менять регулярно. Если хочешь жить хорошо и немножко не нанять. Да, если с организмом все хорошо, некоторые могут поносить и долго. Ну, ха себе, ну, любимый. Но все равно менять. Или в стирку, или на мусорку. Ну, в случае с отстиркой, это снова-таки любимый. А если организм болен с животом, то извините, или ты меняешь регулярно и быстро, или, извините за грубость, хочешь дерьме по самой лучше. Вот носим все. Давайте думать. И хорошего вам дня.